В эфире Дороги к Свободе. Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Будущее Украины в меняющемся мире. Мы сегодня беседуем в киевской студии Радио Свобода с политологом, доктором исторических наук, профессором кафедры политологии Украинской Киева Могилянской Академии Алексеем Горанем. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Добрый день. Я приветствую россиян, которые ждут свободу, хотят свободы и, возможно, когда-то дождутся ее. У вас есть такая уверенность, учитывая рейтинг действующего президента Российской Федерации? Я сказал, когда-то. А, видите, много всего непрогнозируемо в истории, в политике. Да, может быть, какой-то толчок и какие-то события происходят быстрее, чем мы ожидали, как это было с распадом Советского Союза, как это было с нашим Майданом. Хотя, в общем-то, я не принадлежу к когорте тех, скажем, украинских экспертов, которые говорят, что вот-вот Россия, там, Путин, режим Путина развалится. Мне кажется, что мы не должны, вернее, мы должны делать свое дело. Вот. А дело россиян уже избирать тех, кого они хотят. То есть вы считаете, что Украина может так вот самостоятельно дрейфовать, как корабль между этих людьми? Нет, ну так, вот так просто не получается, как мы видим. Да, к сожалению, нам хотят и воспрепятствовать, и делается это грубо, цинично. Но я думаю, что мы об этом еще поговорим. Но вы знаете, вот вы, отталкиваясь от вашего вступления, вот я вспоминаю, что последние годы перед Майданом многие российские эксперты, они нас убеждали, что Украина ушла из топ-новостей Кремля. Мол, Украина не очень интересна, нам интересна Европа, нам интересен Азиатско-Тихоокеанский регион, Украина. Ну, это так. Это вы так думаете, что вы очень для нас важны. А на самом деле вы для нас не очень важны. А оказалось, ну я бы сказал, оказалось, к сожалению, наоборот. Вот знаете, вот чтобы немножко убрать из поля зрения наших слушателей и зрителей вот этот ваш образ такого кабинетного эксперта, я напомню эпизод, который был в последние уже дни Майдана, когда подписывалось соглашение между президентом Виктором Минуковичем, тогдашним президентом и лидерами оппозиции. И одним из гарантов этого соглашения был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который пришел на заседание. Да, три министра там, или Франция, или Германия. Ну, Сикорский пришел на заседание Совета Майдана. Да, все трое были на заседание Совета Майдана. Ну, и была дискуссия относительно того, должен ли Совет Майдана соглашаться с этим документом. И вот вы очень жестко выступили против. И Сикорский вам, по-моему, именно говорил, что если вы не согласитесь, то вас всех убьют. Откуда было такое вот нежелание считаться с мнением руководителей трех внешнеполитических ведомств Европы? Нет, ну смотрите, мы просто, вот кстати, я думаю, что это важно для российской аудитории, потому что российские СМИ, они создают такое впечатление, что вот оппозиция, она не хотела какого-то компромиссного соглашения, что она сама его нарушила. На самом деле все было не так. И действительно, трое министров иностранных дел, они пытались погасить конфликт, так как они его понимали. И в результате было выработано очень-очень-очень компромиссное и очень противоречивое соглашение, которое подписали трое лидеров оппозиции, и Янукович, и которые за свидетельствами своими подписями, три министра иностранных дел, кстати, принимал участие и Лавров в этом. То есть оно было выработано вместе с Лавровым, но, извините, или не Лавров, но представитель России, да, представитель России был. Но в последний момент они решили не подписывать. Хотя по этому соглашению, на самом деле, оно было очень туманным, и оно позволяло Януковичу остаться как минимум на полгода еще президентом. Это уже после расстрела на Майдане. И там были очень такие абстрактные фразы. Должно быть сформировано коалиционное правительство, должны быть проведены новые выборы, непонятно на какой системе, непонятно, кто будет контролировать министра внутренних дел, СБУ и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это соглашение оставляло Януковича у власти, по крайней мере, на полгода. Но там был пункт номер один, действительно очень важный, который предусматривал, что страна должна вернуться к конституционной реформе 2014 года, и что оно должно быть, и это должно быть принято в течение 48 часов парламентом и президентом. Но действительно, на Совете Майдана... 2004-го, простите. 2004-го, а я сказал... 2004-го, имеется в виду конституционная редакция после первого Майдана. После первого Майдана, да. То есть, более сбалансированная система. Действительно, была большая критика на заседании Совета Майдана, потому что нас поставили фактически перед фактом. Либо вы подписываете, либо вы голосуете за, либо вы голосуете против. Ну, и я обращаюсь к этим министрам, я им объяснял эти пункты, что они мало к чему хорошему приведут. Но, когда встал вопрос о голосовании, в общем-то, я проголосовал за. И большинство Совета проголосовало за. Там буквально было пару человек, которые голосовали против, причем не самые радикальные, что интересно. Вот. То есть, представители Запада говорили, вот это максимум, чего мы можем добиться. А я уже, когда это все закончилось, я на выходе подошел к Сикорскому. Я сказал, что вы же поляк, вы знаете, что такое Мюнхен, вы знаете, к чему это все привело. На что он сказал то, что вы говорили, что иначе все вы будете убиты. Ну, я думаю, что, знаете, на самом деле тут отражается вот эта вот позиция Запада, который не склонен к каким-то радикальным действиям, который ищет компромиссы, пытается избежать конфликтов, выступает за так называемый инклузивный диалог. Поэтому вот когда говорится, что, а, вот Запад такой сякой, он развязал все это, поддержал, да нет. Конечно, были симпатии, это понятно, но санкции против Януковича и его соратников, они не были введены, хотя мы это требовали после, сразу после разгона студентов. Первые санкции против Януковича были и его соратников с Запада, появились после того, как Янукович убежал. Кстати, вот в парламенте была проголосована эта конституционная реформа, возврат к конституционной реформе, Янукович должен был ее подписать. То есть оппозиция, как бы, она выполнила свое, да, в парламенте проголосовали, причем с голосами партии регионов, потому что они уже думали о том, как свою шкуру спасать. А Янукович убежал и не подписал. Ну вот вопрос, кто нарушил соглашение, понимаете? То есть оно, в общем-то, наверное, вышло лучше, чем мы могли это предполагать. То есть оппозиция как бы свое выполнила, а Янукович нет. Хотя рейтинги лидеров оппозиции потом упали, потому что Майдан это не воспринял. Это, кстати, мы объясняли Западу, что Майдан не примет такое соглашение, но... Ну, с другой стороны, вот вы говорите, что Янукович не подписал это соглашение, это было лучше. А вместе с тем появилась крайне такая, я бы сказал, неразборчивая процедура его остранения от должности с конституционной точки зрения, и с той конституцией, которая была, и с той конституцией, которая была приведена в действие решением парламента, и это дало возможность те все процессы начать, которые начались после этого. Нет, на самом деле, ну я думаю, что тут, я точно не помню, как это называлось, как называлось вот это вот голосование по возврату конституционной реформы. На самом деле, давайте, если по сути, по сути, если мы понимаем, что в свое время Янукович осуществил конституционный переворот, так, фактически... Акцептированное общество, потому что никто не выступал против. Нет, выступали против, просто не отдельные, все экспертное сообщество выступило против, вся оппозиция, но не было массовых протестов. Да, не было массовых протестов, потому что была усталость от того, что происходило в период помаранчивой власти. Вот, поэтому я думаю, что по сути, в общем-то, ничего противозаконного не произошло. А с другой стороны, а как нужно было действовать? Вот, президент расстрелял в Киеве, ну, по тем данным, это было 100 человек, вот, а потом вдруг, значит, взял и уехал из страны, все бросил. Ну, в общем-то, я думаю, что в этой ситуации действительно избрали то временно исполняющего, и тут же назначили досрочные парламентские выборы. Может быть, если бы Янукович вернулся, он бы мог принять участие. Президентские выборы. Президентские, извините. Вот, но я еще один момент, вы говорите, запустили процессы, а на самом деле, вот эта вот легитимация новой власти, она происходила очень плавно. Потому что в регионах, точно так же, как это было после помаранчевой революции, все местные руководители, точно так же, как регионалы парламентарии в центре, они тут же взяли под козырек. Они же конформисты. Они не собирались оказывать никакого. Им нужно было выжить. Более того, даже в Крыму премьер-министр Могилев, соратник Янукович, он сказал, да мы признаем новую власть. То есть, конечно, если бы не вмешательство России, этот процесс был бы достаточно плавным. А легитимация быстро очень была осуществлена. И еще раз, гладко. Политолог, доктор исторических наук Алексей Гарань в программе «Дороги к свободе», который ведет сегодня для вас Виталий Портников. Ну вот, возвращаясь к тому месту, которое сейчас в результате всех этих процессов, о которых мы говорили, процессов двухлетней давности, Украина занимает в мире и на континенте. Ведь на самом деле, два года назад так не было. Не было такой жесткой конфронтации с Россией. Причем ее не было и в период правления президента Виктора Ющенко. Были. Да, абсолютно. Определенное непонимание было. Но президент Ющенко свой первый визит совершил куда? В Москву. Да, я помню Путина, как он приезжал сюда. Совершенно верно. Семешенко встречался с Ющенко. То есть это был какой-то диалог. С Европой тоже продолжался так или иначе диалог у Януковича, который был пророссийским фактически президентом. Но у него был диалог с Европой, с Соединенным Штатом. У него вообще складывались неплохие отношения в первый период после того, как он участвовал в процессе передачи урана, обогащенного Соединенным Штатом. То есть как будто бы Украине удавалось находить баланс, который сейчас просто разрушен полностью. Вообще. Нет даже тени баланса. Нет, ну на самом деле, кстати, я вспомнил, как многовекторная политика, дипломатия у нас называлась многовикторная. Многовикторная. Вот. Кстати, при Ющенко тоже рост товарооборот с Россией. Да, Ющенко обвиняли в антироссийскости. На самом деле товарооборот рос. К сожалению, вот в последний период, особенно после войны с Грузией, действительно со стороны российских руководителей началась вот эта вот бешеная информационная и психологическая атака на Украину. В целом, я думаю, вполне можно было удержать ситуацию так, как она выглядела. Смотрите, у нас был договор о свободной торговле с Россией и со странами СНГ. Правда, он, кстати, Россией не был ратифицирован, и нужно было потом вырабатывать новый договор. И мы, в общем-то, стремились к тому, чтобы такой же договор был с Европейским Союзом. Две зоны свободной торговли вполне мирно могли ужиться. Так, но Россия, когда действительно на горизонте замаячила призрак того, что будет подписано соглашение ассоциации, зона свободной торговли, Россия вдруг сказала, нет, вам это не надо. Что, кстати, было с формальной точки зрения коренным пересмотром российской внешней политики. Поскольку Кремль никогда не говорил, что он против даже членства Украины в ЕС. Не то, что там ассоциация, членство. Против НАТО, да. Ну как же, НАТО, значит, там колючая проволока на границе, американские танки и все такое. А ЕС, пожалуйста. А вот когда это стало реальностью, началась вот эта вот атака, нет, этой зоны не надо, давайте нам таможенный союз. Понятно, что таможенный союз, это уже было, надо было делать резкий. В общем-то, Россия стремилась к тому, чтобы мы сделали вот это вот резкое движение. Когда это резкое движение произошло, вот мы получили, что получили. Причем Януковича, на самом деле, он же определенный, ему удалось переагитировать даже свой электорат, что нам нужно соглашение с Европейским Союзом. И вдруг он отказывается от этого. Понятно, что как бы в украинском обществе возникло то, что привело к Евромайдану. Ну, хорошо. А вот что дальше делается в этой ситуации? Смотрите, 1 января уже начинает действовать соглашение о зоне свободной торговли Украины с Европейским Союзом. Его откладывали, откладывали, но вот уже дооткладывали. Ну, один раз отложили. Ну, имеется в виду, что Янукович один раз отказался подписывать. Раз. Порошенко подписал, но. А Яценюк подписал политическую часть. Два. Я посчитаю вам. Это второй раз уже. Порошенко подписал соглашение полностью. Три. Но его не ввели в действие четыре. Это пятый этап. Нет, то, что вы говорите один, это пять. Нет, ну, просто тут же разные процессы. Подписание, ратификация. И, в общем-то, вступление в силу соглашения. Я имею в виду, что столько, сколько можно было оттянуть эту экономическую часть, ее оттягивали. На самом деле, тут как бы пошли действительно на максимальные... Действительно пытались найти как-то компромисс, смягчить российскую позицию. Стремились пойти России навстречу. Ну, Россия решила, что нет. Но позиция не смягчена Российской. Видите, тоже с 1 января будет продуктовая эмбарго против Украины. И, в общем, можно сказать, что экономические отношения между двумя странами, они де-факто прерываются. В очень большом количестве секторов. Да, они не полностью, но фактически... Ну, я не знаю. Но это странная ситуация. Соседние страны. Огромная граница. Конечно. Долгая экономическая интеграция. Сколько это может продолжаться по-вашему? Вообще, вот такая ситуация. Ну, знаете, то есть, понимаете, ведь это действия России, они, я думаю, что не контрпродуктивны. Понимаете, если до 2014 года в украинском обществе было достаточно большое количество людей, которые считали, что с Россией можно вполне нормально сосуществовать, что мы там братья, стратегические партнеры, что это можно совмещать отношения с Европой и Россией. Действия Путина показали, что нет. Ну, вот еще это популярные стихи русскоязычной поэтессы, что из Киева, что никогда мы не будем братьями. Поэтому, я думаю, в этом смысле действия России контрпродуктивные, она сама, ну, может не Россия, а Кремля, но они поддержаны на самом деле российским обществом большинством, они приведут к тому, они приводят реально к отрыву Украины от России. Процесс запущен. Насколько это будет в экономическом плане, мне сказать сложно, но я не верю, что сейчас можно вернуться вот даже к уровню отношений, которые были до 2014 года. То есть я имею в виду, что есть четкое понимание, что мы разные, разные общества, разные страны, мы не братья, мы не стратегические партнеры. Мы можем быть партнерами, можем быть нормальными партнерами, можем быть, можем быть, когда-то, когда-нибудь, можем быть, да, и опять же, это не означает, что украинцы с русскими становятся врагами, или что, значит, тут будут проблемы с русским языком, их не было и не будет. Как ни парадоксально, но, в общем-то, как раз действия Путина, они сняли вот этот вот накал вокруг языкового вопроса, потому что русскоязычные люди с Донбасса на русском языке говорят, что мы будем защищать украинский Донбасс от Путина. Вот. Поэтому, мне кажется, возврата к прежнему не будет. Какая нормализация отношений? Да, но какая-то другая модель должна будет найдена быть рано или поздно. Рано или поздно, я думаю, она будет найдена так, как это произошло, знаете, между многими странами, у которых была сложная история, ну, какая у нас с поляками была история, а сейчас отношения классные. Но у нас совпадают сейчас стратегические цели, в общем-то, как бы, видения. Векторы развития. Векторы развития, безусловно. Но, кстати говоря, тут тоже важный момент. Вот, по мне, нет ощущения, что за эти два года произошло некое разочарование украинского общества в Западе, в Европе. Произошло, да, понятно. В общем-то, тут это даже неудивительно, потому что, знаете, на Евромайдане, ну, во-первых, были завышены эти ожидания. И, кроме того, эмоции были очень высоки. Люди умирали под флагами Европейского Союза, так, чего, по-моему, история вообще не знает, да, что в европейской столице умирали где-то под флагами Европейского Союза. У нас это происходило. И после этого, ну, общество, конечно же, хотело, чтобы раз, и вот мы проснулись в новом качестве. А это не получилось. И, конечно, сейчас происходит определенное разочарование. Более того, я не... Ну, почему не получилось, мы можем обсуждать. Я думаю, что война сыграла в этом не последнюю роль. Я думаю, что будет еще разочарование. Более того, вступит в силу экономическая часть соглашения об ассоциации. А экономическая ситуация будет тяжелой оставаться. Правда, на следующий год прогнозируют стабилизацию такую более-менее, и даже такой небольшой рост. Но все равно многим людям это будет сложно ощутить по своим карманам. А тут как тут будут политики, российская пропаганда, которые будут говорить, смотрите, мы же вам говорили, что вот это вот вы в экономическую кабалу попали. То есть еще это будет. То есть я не исключаю, вот такие вот падения, всплески, падения сторонников европейской интеграции, они будут. Но я думаю, что в целом, если не произойдет какого-то, знаете, такого глобального кризиса, в общем-то, сейчас мы видим действительно резкую, драматическую, геополитическую переориентацию советского общества. Ну, советского, украинского общества. Да, украинского, постсоветского общества. Или я бы сказал, совкового общества. Совкового общества. Обмолвка по Фрейду не случайна. Ведь, смотрите, в общем-то, число, скажем, сторонников Европейских Союзов, оно преобладало над сторонником евразийского вектора. Но сторонники евразийского... Да, то есть это не было драматическим. А сейчас все вопросы показывают, что евразийский вектор, он обрушился. Он действительно обрушился. То есть там, ну, 15, 15% где-то. То есть раньше это было там 30 с хвостиком, сейчас 15. Ну, это число, это, например, столько людей в России, которые не поддерживают, допустим, аннексию Крыма и политику Путина. И мы говорим, что это количество. А в данном случае тоже количество. Нет, это количество, безусловно, но мы видим, а за Европейский Союз больше 60%. Причем изменения произошли в регионах. Вот это очень важно. То есть, скажем, юг, если мы возьмем юг, который всегда считался таким, как бы, пророссийским, то оказывается, сейчас он по своим настроениям, он мало чем отличается от центра. Но я уже не говорю, отношение к НАТО изменилось. Спасибо Путину. Это самое интересное, потому что фактически нужно сказать, что никогда за всю историю Украины НАТО не имело большинства сторонников. Абсолютно. Вы правы, вы правы. Сторонники присоединения к НАТО, они всегда составляли меньшинство, то есть это около 20%. А сейчас произошли драматические изменения, причем во всех регионах. Конечно же, тут есть региональная поляризация, то есть все равно сторонников против НАТО больше, на Востоке больше, но в целом, если бы вот сейчас был референдум, сторонники НАТО победили. Да, но разочарование опять было бы очень сильным, потому что... Потому что НАТО нас не приняло. Да, совершенно верно. В Грузии сторонников теперь НАТО было, по крайней мере, при Михаиле Саакашвили около 90%. Но там и референдум был проведен, да. Я думаю, что и сейчас там не намного меньше. А тем не менее, ведь НАТО же не стало принимать. Грузию даже планы для членства ей не предоставило. Да, нет этого плана. Вот, но возвращаясь к... То есть будут сложности, будут зигзаги, несомненно. Но я думаю, что если мы вот эти вот макротенденции проанализируем, эти сдвиги, они действительно драматичны. И даже не это главное. Главное то, о чем я сказал, да, что украинская политическая нация стала консолидированной. Консолидированной, независимо от языка, на каком говорим, независимости от этничности, независимости от конфессии. В общем-то, я сейчас даже, в общем-то, как-то это ушло даже из публичного дискурса, вот это на каком языке ты говоришь. Нету этого. Один критерий. Ты за территориальную целостность Украины, за независимость, готов защищать в любой форме. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что ситуация, которая вот складывается сейчас, она заставляет очень многих людей тоже делиться. Одни говорят, нужно обязательно возвратить территорию, другие говорят, надо ее оставить, пусть они там себе сами решают проблему. Одни говорят, что нужно помнить о проблеме Крыма. И вот крымские татары даже устроили блокаду полуострова. Другие говорят, вообще это вопрос на отдаленное будущее, нужно о нем забыть. Это тоже? Знаете, такое, разные представления о целостности. Нет, ну, в общем-то, у меня сейчас, к сожалению, нет под рукой социологии, но я бы сказал так. В общем-то, за целостность выступают все. Да, конечно. За методологию ее достижений. Другое дело, я думаю, что украинцы, ну, мы же, в общем-то, достаточно прагматичны, мы понимаем, что воевать за Крым сейчас нет, не получится такого, да. И поэтому с Крымом должно это как-то быть иначе, да. Это будет долгосрочная какая-то стратегия. Мы должны защищать крымских татар, насколько это возможно. Но возвращение Крыма в состав Украины, наверное, это будет связано с какими-то геополитическими изменениями, происходящими в самой России. Когда это произойдет, опять же, сказать сложно. Другое дело, что мы должны вырабатывать проактивную стратегию в отношении Крыма. Вот это мы должны делать. И тут не все, как бы, гладко на самом-то деле. А если говорить по Донбассу, ну, я думаю, что, опять же, как бы, все говорят, что мы считаем, что Украина целостна. Вопрос в том, что мы должны делать и, скажем, допустим, на каких условиях мы можем эту часть к себе принять. Да, вот, скажем, 50, вот я помню эту цифру, 50, то есть большинство выступает вообще за мирное решение. То есть, по-моему, там 70, больше 70%, где-то 75% за мирное решение. Но при этом 50 говорит, что есть пределы компромисса, что есть вещи, на которые мы не можем пойти просто ради того, чтобы вот просто вот взять и вернуть. Чтобы была активность, как таковая, да? Вот, нет, вот такого вот не будет. Да, есть категория людей, причем достаточно значительная, там более 20%, которые говорят, что мы можем пойти на любые компромиссы, чтобы они вернулись, можем дать им все, что они хотят, но большинство, половина считает, что нет, мы не готовы к этому. А не получится так, что в результате Украина превратится в такую страну с вечными нерешенными территориальными проблемами, как Кипр, как Грузия, как Молдова. Таких стран много уже в мире, да? Таких стран на самом деле много, да? Вот я сейчас вспоминаю, как бы если продолжать, есть Северная Ирландия, есть Бельгия с этими проблемами постоянными. Ну, Бельгия хотя бы целостная страна, извините, да? Я думаю, что на самом деле в этом и состоит план Путина, так? Чтобы в теле Украины была вот эта вот рана, чтобы она была открытой, чтобы постоянно можно было надавить на Украину. Но если мы вспомним те страны, ну, давайте так проанализируем, на самом деле вот эта вот территория, которая не под контролем Украины, она составляет 7%, ну, 8%, допустим, 8%. Так, то есть я думаю, что мы при определенных условиях, даже если мы не контролируем эту территорию, мы можем сконцентрироваться на внутренних проблемах и двигаться вперед. Если там нет войны. Если нет войны, да, да. И опять же пример вот те, которые вы привели. Смотрите, Кипр, он разделенный, но он вступил в Европейский Союз. Молдова, она подписала соглашение об ассоциации, она получила безвизовый режим, да, кого вы еще вспоминали. Грузию. Тоже подписала соглашение об ассоциации и на пороге получения безвизового режима. Ну, если там глубоко в историю смотреть, то у нас есть, например, Западной Германии, Южной Кореи, понимаете, которые стали успешными, несмотря на то, что находились на передней линии. Поэтому я думаю еще раз, я думаю, что тактики... У Путина сейчас две тактики. Одна тактика — это просто вот измотать и не дать Украине сконцентрироваться. Дестабилизировать, экономически давить, чтобы экономика не стабилизировалась. И на этом сделать такой социальный взрыв, привести к власти на тех же демократических выборах. Постараться привести к власти пророссийские силы, да, которые сейчас в загоне, но он рассчитывает, что они смогут поднять голову. Вот первый сценарий. Второй сценарий, если такой неполитологический термин использовать, впарить нам ДНР и ЛНР, чтобы мы их кормили, поили, и еще дали их легитимизировали, дали им амнистию. И опять же, чтобы было вот такое... Чтобы было государство в государство. Государство в государство, да. Чтобы была такая феодализация, феодализация как бы Украины. И тоже это балласт на шее у Киева, который не сможет, в общем-то, ничего делать, потому что его будут блокировать. Вот два основных подхода, которые Путин стремится использовать. Это получается, что между этими подходами нужно идти, как говорил когда-то первый президент Украины, между капельками. Ну, вы знаете, я как раз... Знаете, крапельки, они идти между капельками, оно предполагает вот этот вот постоянный поиск каких-то таких, ну, не просто компромиссов, а вот каких-то таких закулисных путей и непрозрачность действий. Вы знаете, я думаю, что в этой ситуации с Донбассом самая лучшая, с оккупированной частью Донбасса, которая составляет одну треть, вот я хочу еще раз напомнить нашим российским слушателям, что это всего лишь одна треть Донбасса. Донбасса. Да. Донбасса. Две трети контролируется Украина. Поэтому, когда говорят, вот, весь Донбасс, или еще есть такой термин, народ Юго-Востока. Это народ Юго-Востока. Ну, там просто в этой одной трети Донецк и Луганск. К сожалению. Это надо помнить. Да, 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 да. К сожалению, с разрушенной промышленностью и демонтированными заводами, которые вывезены куда? В братскую страну. В братскую страну, да. Куда мы их еще повозим. Вот, мне кажется, что тут важно, знаете, вот как бы определиться и уже, как бы прозрачно придерживаться определенных принципов, определить для себя, что мы хотим, убедить в этом, скажем, наших западных партнеров и сказать, вот хотим мы такой интеграции, реинтеграции, интеграции, или не хотим, как мы хотим. Значит, или это действительно такая закрытая линия размежевания, да, через которую, допустим, можно пропускать там гуманитарную, гуманитарную помощь, но которая, в общем-то, является линией размежевания и мы отвечаем за себя. Мы не отвечаем за то, что там происходит. Но фактически это новая граница. Да, по сути, такая новая граница. А что, новая граница государства, через которую могут проходить люди и грузы? И да, и нет. Вот я недавно, буквально неделю назад, вернулся из Молдовы, тоже проезжал из, собственно, Молдовы в Приднестровье. Так, ну, граница достаточно там условно. Да, то есть, молдавская сторона вообще практически ее, как бы, не очень контролирует, но там нет конфликта, да. Уже много лет. Уже много лет. А у нас, у нас он есть. Ну, называйте, как хотите. То есть, конечно, это не государственная граница, но это один из вариантов, да. И мы, опять же, концентрируемся на том, что происходит. Мне кажется, что это достаточно все-таки, вот это реалистичный сценарий, чтобы не идти на поводу у Путина, когда мы признаем вот эти вот... Ну, не будет слова ЛНР и ДНР, но будет аббревиатура ОРДЛО. Опять же, для наших российских слушателей это называется «Отдельные районы Донецкой и Луганской областей». ОРДЛО. Так в Минских соглашениях они обозначаются. ОРДЛО, так и написано, да. Вот. Ну, вот я, в общем-то, сторонник того, чтобы все это было определено достаточно четко. Потому что, если ситуация аморфная, то никто не понимает, а что же, собственно говоря, происходит. Мы торгуем, не торгуем. Мы свободный проход, не свободный проход. На каких условиях платим пенсии, не платим пенсии. Что мы делаем с этой социальной инфраструктурой. Ну, опять же, как бы, один из расчетов Путина, то, чтобы повесить это все на Украину. А сейчас это делается, да. Причем предпринимается в Семер. Нет, сейчас это пытаются сделать. Я имею в виду, пределаются попытки. Есть попытки, но... Ну, будем на этом останавливаться? То есть, если вы считаете, что это поможет разобраться нашим российским слушателям, то мы... Нет, вы можете на второй подход назвать. Это был первый подход, а есть какой-то еще один? Нет, я говорил, что есть два подхода. Один подход, это как бы жесткого размежевания. Да. То есть, неопределенный статус и выданки. А второй подход, вот это вот такой, что да, это часть Украины, да, там легитимизированы боевики, а с ними поддерживаются, поддерживаются контакты. Я просто сам не понимаю, какая разница между первым и вторым подходом. Первый подход предполагает, что мы... То есть, граница или линия размежевания, она достаточно закрыта, контакты сведены до минимума, мы не несем ответственности за финансовую и социальную ситуацию, которая там. Ребята, вы провозгласили ЛНР, ДНР... Вы в них и живите. Да, пожалуйста. Мы готовы дать, ну, например, мы готовы дать гуманитарную помощь, пусть проходят, значит, от международных организаций, могут быть украинские конвои под украинским флагом, кстати. Вот мы это все можем делать. Мы можем создавать там какие-то логистические центры, чтобы люди приезжали, там, купили у нас что-то дешевле, вернулись назад. То есть, мы как бы поддерживаем на плаву вот тех людей, которые там есть. Но больше мы как бы в это не вмешиваемся. А второй подход, когда... Более прочее. Мы там открываем банки, восстанавливаем всю эту систему, мы платим, проводим выборы. А они контролируют ситуацию. А они контролируют ситуацию. А третьего подхода быть не может? Тогда, когда просто это под контролем Украины. Вы не верите в третьего? Нет. Ну, это, конечно, оптимальный результат. Но мы-то реалисты. Мы понимаем, что, во всяком случае, на данный момент Путин на это не пойдет. Но, опять же, я думаю, что тут иллюзий никаких не должно быть, что мы понимаем, кто это... Кто контролирует? Кто стоит за кулисами? Поэтому... Вот в Минских соглашениях там написано восстановление контроля. Но я думаю, что это самое последнее, на что пойдет Путин. Так же, как и на выводы российских войск. Он просто говорит, наших войск там нет. А на самом деле, вот эти два пункта, которые наиболее сложно осуществить. То есть, вывод российских войск. Кстати, там написано и вывод наемников, и вывод разоружения формирований, вывод техники и контроль над границей. Вот это то, что Путин не хочет делать никак. Но, правда, сейчас мы опять стоим над проблемой выполнения пункта номер один. Что же это за перемирие, если опять из градов стреляют? Ну, вот на этом риторическом вопросе завершим наш сегодняшний диалог с профессором Алексеем Горанем. И поблагодарим за участие в нашей программе. Спасибо, Алексей Васильевич. Ну, и мне хотелось бы, чтобы когда-то отношения между нашими странами стали нормальными. Но я думаю, что действительно для этого должна быть политическая воля. И политическая воля, я думаю, именно в Кремле, в Москве. А это зависит и от россиян. Для этого должны быть решены все вопросы, которые мы обсуждали эти полчаса. Да? Да, вот все наслоения. Безусловно. Спасибо. Программу провел для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова